Добрый вечер. Для меня огромная честь здесь, быть в этом легендарном месте, рядом с легендарным человеком, которому я мечтал увидеть, наверное, лет 20. С тех пор, как я услышал Аркадия Северного, я много очень слышал о Рудольфе Израиловиче, о фирме Кисмет. И благодаря теперь моему ближайшему новообретенному другу Максиму Кравчицкому эта мечта удалась. Я хотел бы начать нашу встречу с песни, которая завершала каждую серию большого сериала «Русский без России», которую вел наш известный актер и режиссер Никита Михалков. Но там она была в очень коротком варианте. Я хотел бы ее спеть полностью. Романс иммигранта, у которого в голове все время крутятся старые песни «Кого-то нет, кого-то жаль». Берег русский, как он близко, здесь мы жили только, о, в Сырявома, Новороссийска, отплывает пароход. Гарь сожженная имени, кровью пулета земля, уходящие поколения уезжают сыновья. Кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Как срывали с нас погоны в том семнадцатом году, Как летели эскадроны, все сметая на ходу. А что по путь на германской, на штыки поднял советы, Сгорел в огне гражданской. Брат мой маленький кадет, его здесь нет, А я страдаю все по нем, ему привет, ему поклон. На Дону смерть снегом сыпала, Шла в Орел и берегу лагеря, потом гали-пали. Все обратно нет дорог, и в Париже, и в Стамбуле, Нам к березам не поспеть, и сбежав в России пули. А от тоски погибнем здесь, кого-то нет, кого-то жаль, И чье-то сердце рвется вдаль. Только сны бьют очень больно, Ведь привидится порой, Мы опять в первопрестольной. Мы гуляем по Тверской, Снова живы, брат, родители. Я беспечный, молодой, Мне сияет храм спасителя, Улыбается страстной. Кого-то нет, кого-то жаль, И чье-то сердце рвется вдаль. Я вам скажу один секрет, Кого люблю, того здесь нет. Спасибо. Ну, а вот такая песня. Был такой поэт Алексей Ачьир, он жил в Китае, в Харбине, в Шанкае, Потом в лагере был, потом создал хор из сибирских сирот, И ездил с ним по всему СССР. Удивительный был такой человек. У него были такие строки. «Не смела нас кручина, не выгнула, Лишь согнула до самой земли, А за то, что нас Родина выгнала, Мы по свету ее разнесли». И вот собиранием этой разнесенной Родины мне повезло, И занимаюсь этим почти четверть века. Еще одна песня из фильма «Русский без России». Какая же будет награда, Когда взор обрадует твой Решетка у летнего сада И корпус кадетский родной, Где дед твой, гвардейский полковник, Учил без муштры и без розг. Запомни, мой милый, запомни, С дворцовой пойдешь через мост, И сердце забьется в Истоме, Когда запоют соловьи. А сам-то окажешься в доме, Где прожили предки твои. Ты свечи поставишь в часовне За тех, перед кем мы в долгу. Запомни, мой милый, запомни, Погост на другом берегу. Я плачу и слез не скрываю, И знаю, есть наша вина, Что кровью умылась святая, Родная до боли страна. Я встречусь с ней и жду, как паломник, Пускай после судного дня. Запомни, мой милый, запомни, Да ей отслужи за меня. Запомни, мой милый, запомни, Да ей отслужи за меня. Я хочу посвятить песню, которая называется Песня про НЭП и посвящена моему другу Максиму Кравчинскому. Это вообще целая история, потому что я 10 лет думал, что он живет в Америке на Брайтон-Бич, потому что я всех обожал его книги. А может, при тебя думал. Потому что во всех книгах он там то с Гулько, то с вами, то еще, я не знаю, с кем с этим, с Олежковским. Он был в полной уверенности, поставил как-то интернет, нашел меня попирающим, значит, песок Австралийского океана, потом в Париже где-то, ему говорили, вот тут Леонид был. И мы совершенно случайно, абсолютно встретились в доме русского зарубежения Солженицын на Таганской площади, где я работаю. И эта встреча, конечно, была для меня просто, но обретением полным, потому что появление такого друга, человека, с которым ты дышишь на одной волне. Вот, и вот, значит, песня, которая называется «Про эстраду Непа». Вот посвящена его замечательной песне, русской эстрады Непа. Сущенная тема. Прожили тиф с испанкою и голод ледяной, Закончили с гражданской народу мою войной, И вдруг как громом вдарила тарксин гулянки хлеб, Приплыли пролетарии вам за победу Неп. Белые да гетманы вышли за кордон, Нынче пляшут Непаны под гитарный стон. Играет сакс трехрядочкой, Фокстрот сегодня наш, Собачий да площадочки, Да в театр Эрмитаж, А там куплеты жарят, И призывный томный взгляд, Потом рванем в аквариум, Как десять лет назад. Ни к чему обмоточки, Всем смертям назло, В дарь родной чечёточку, Да в сытое морло. Тангор вёт душу скрипками, И кабаре вергнул, От водки пальца рибки, Чего там проживём? Коль баса тонелая, Пропьём всё до рубля, Да примет кости белые, Колымская земля. Сколько сложат в лузу Их тысячи и миллион, Чудится мне музыка На японских времён. Чудится мне музыка На японских времён. Замечательно. А ведь у меня была песня О питерской, Неповской музыке, Которую я написал Для Аркадия Северного. В этот вечер на проспекте 25 октября Мы решили И все вместе Проведём его не зря. Вот подходим мы к Данону, В окнах яркий свет горит, И оркестр неугомонный. Ну, в общем, Там мне как раз В этом самом Даноне По моему Сюжету Сидит Лёня Панелеев И убивает. И в этот момент Его берёт Чика. Пытается взять, вернее. Вот об этом песня Я написал. Угу. Ну, это Аркадий Северный Концерт был, Назывался На проспекте 25 октября. Может быть, Вы найдёте его? Да, да, конечно. Это известная песня. Я не собирался её сам петь. Её петь должен был Аркадий Северный. Но так как он опоздал Явиться на концерт, Явился пьяный, Пришлось Заткнуть В образу рули Петь самому. Вот так она там Появилась. Ну, интересно, Что мы с тобой В одном и том же направлении думаем. Из ним тоже. Спасибо. Так что, давай Занеповские песни. Ура! Чтобы они жили. А сегодня, видя, как раз пел В доме Пушкина На мойке, Где был Данон. Да. Да, замечательно. Спасибо. Ну вот, теперь такая песня Стилизация, что ли, Написанная от лица офицера Времён Первой мировой войны. Он, конечно, вряд ли Может мог написать такую песню. Но за границей, вот, Мне очень повезло. Я объездил полмира, Я выступал в маленьких залах, Больших. В основном там, Где людям нравились мои песни, Они скидывались мне на билеты, Или это были командировки Дома за рубеже. Но иногда приходилось, Особенно перед иностранцами, Объясняет, что Георгиевский крест Это высшая награда За доблесть. А были кресты из дерева, Которые срубали над могилами Погибших товарищей В полях. Но тут, я думаю, Этого объяснять не надо. Два креста. Она должна была звучать Во многих фильмах, В том числе и в фильме, Где безруков играл Есенина. Вот. Но вошла, в общем, Она в фильм Русский экспедиционный корпус Затерянный во времени. Роман с офицером Времен Первой мировой войны. Не толкай ты листовой Меня с позаранку Снится город над него Коней у фонтанки Не буди ты, не буди Хоть на час, да в грезы Два креста есть на груди Впереди березовый Два креста есть на груди Впереди березовый Помню маму тройки бал Святки помню свечи Помню я стихи писал Мир хорош и вечен Сон, постой, не уходи Где тот мальчик розовый Два креста есть на груди Впереди березовый Два креста есть на груди Впереди березовый Насмерть с немцами сойдет В шеи в окопах кормим Штыковые раны и грязь Муки комом горли Ну за что же, господи Наши годы грозные Два креста есть на груди Впереди березовый Два креста есть на груди Впереди березовый Только верь, конец придет С сатанинским танцем Царь Распутин сошел И попьем германца Вестовую, ну, ну, осадим Я встаю от березового Два креста есть на груди Впереди березовый Два креста есть на груди Впереди березовый Браво! Я был в Канах Вместе с Михалковым На фестивале русского искусства Я пришел к великой певице Максим это все еще раз лучше расскажет Людмиле Лопато Ей 101 год Дочь карбинского табачного короля Караинка Огромные горящие глаза Такие же были у Аллы Николаевны Баяновой С которой мне повезло довольно долго общаться Вот Ну, я пришел к ней там С гитарой спел чего-то ее Она Сели за стол Она рюмку выпила спокойно Жара Она выпила, значит, рюмку водки Вот я помню эти руки Кости прям вот так вот ходили Под кожей уже Я говорю Людмила Ильинична Я вот дословно цитирую Она смотрит на меня Ты что? Ты что? Ты что, нюх потерял совсем? Какая тебе Ильинична? Тут я начал сказать по-русски На Западе И в Америке особенно Людей очень редко зовут по имени Очень русских людей Почему? Потому что существует такое мнение Старину Отчество Надо было заработать И каждый может И я в том числе Сказать Я еще свое отчество Израилевич Не заработал Вот когда я продвинул Музей Для друзей Народ Который посвящен Тремке там Аркадию Северному Владимиру Семеновичу Высоцкому И Эвусу Пресли Вот тогда Можете меня называть Рудольф Возраилевич А пока просто Рудольф От отношений Людмилы Лопато Первый раз я услышал Ее имя От Анны Дмитриевны Мне надо У которой я в свое время Приобрел Кизна Трекордс Она мне говорила На Западе Есть только одна Настоящая певица Людмила Лопато Но мне так и не пришлось Ее увидеть Она никогда Куда не приходила Приходила другая Известная Певица Соня Шаймина Ты конечно ее Может быть знаешь Мы с ней Немножко даже дружили Она мне Пластинки дарила Кисмет Выпускала Пластинки А Людмила Лопато Настолько Высоко Литала Что на Кисмете Не было ни одной Ее пластинки Поэтому молодец Что ты поднимаешь Эту тему И молодец Что ты Работаешь В этой теме И молодцы Что поддерживаете Ими Кисмета Мы еще будем Над этим Работать Вот Наша этикетка Сейчас она Тогда откроется И не открыть Сейчас мы Продемонстрируем Наши кет Вот она Вот 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 И мы еще будем Ее держать Да не забыл Зайти в Кисмет Купить пластинку Давай Давай Я тут кстати Газету в Америке Мне показал Миша Гулько 81 года И там реклама Кисмета Необычная У меня с собой фотография Покажу потом Да Я такое раньше не видел Да Покажу Я все делал Необычно И продолжаю сейчас Абсолютно Делаю Еще Буквально два слова Когда вы говорите Что отчество Не употребляется В конце 80-х Ко мне попало Назер Какая-то Американская Русская Слово Там Я знаю Как называлось И смотрю Там написано Умер Там Вова Шляпман 97 лет Как это все Ну умер Конечно жалко Но тоже Посмеяться Можно Да Я хотел бы спеть песню Высоцкого Я В общем Как и все мое поколение Я насквозь больной Высоцким Я знаю около 300 его песен Я у меня была очень большая коллекция Я Просто Я Ну плохо представлял себе Ваш музей А вас как бы я не знал И я Я считаю правильно сделал Я подарил Никите его сыну В музей Высоцкого на Таганке На улице Который сейчас носит имя Владимира Семеновича Там мне присылали даже какие-то вырезки из румынских, молдавских, польских газет Я Я знаю около 300 его песен И вы знаете Я сам историк литературы Хотя я не филолог Я историк архивист по образованию И чем дальше я занимаюсь всем этим делом Историей поэзии Тем больше я понимаю Какое это было гениальное явление в нашей культуре В нашей жизни Во всем Ну вспомнить можно Слава Бродского Когда он умер Тут сказал Что Это говорит Первая потеря в русской культуре После смерти Пастернака Вот он так, значит, его сравнил Ну давайте вспомним Одну из ранних песен Высоцкого Я думаю, что я имею право ее спеть Мне тоже не подумать Потому что что-нибудь Что я Ну просто Просто это Насколько сидит во всех нас В тот вечер я не пил, не пел Я на нее вовсю смотрел Как смотрят дети Как смотрят дети Но тот, кто раньше с ней был Сказал мне, чтоб я уходил Сказал мне, чтоб я уходил Что мне не светит Но тот, кто раньше с ней был Сказал мне, чтоб я уходил Сказал мне, чтоб я уходил Что мне не светит Но тот, кто раньше с ней был Он мне хамил, он мне грубил, а я всё помню, я был неприятный Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши Она сказала, не спеши, ведь слишком рано Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши Она сказала, не спеши, ведь слишком рано Но тот-то раньше с ней был, меня, как видно, не забыл И как-то осень, и как-то осень Идём дружком, они стоят, они стояли молча ворят Они стояли молча в ряд, их было восемь Идем с дружком, они стоят, они стояли молча в ряд Они стояли молча в ряд, их было восемь Со мной нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь Держитесь, гады, держитесь, гады К чему задаром пропадать? Ударил первым я тогда Ударил первым я тогда, так было надо К чему задаром пропадать? Ударил первым я тогда Ударил первым я тогда, так было надо Но тот-то раньше с ней был, он эту кашу заварил Вполне серьёзно, вполне серьёзно Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись Валюха крикнул, берегись, но было поздно Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись Валюха крикнул, берегись, но было поздно На восемь бед один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет Я там валялся, я там валялся Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась Но я прощаю, ее прощаю Ее, конечно, я простил, но тот, кто раньше с ней был Того, кто раньше с нею был, не извиняю Ее, конечно, я простил, но тот, кто раньше с нею был Того, кто раньше с нею был, я повстречаю И масса народных этих было стихов И казалось, что ты встал просто со всеми другими В какую-то очередь большую Но у меня была эта песня И мы вот сидели с его сыном, с Никитой И я, приняв несколько рюмок, осмелел Знаете, как у Гоголя Акакий Акакевич выпил два бокала шампанского И заметил, что в комнате стало почему-то веселее Вот я тоже выпил несколько рюмок водки и осмелел Он говорит, ты знаешь, ему А у меня есть тоже песня «Память твоего отца» Вот вы видели его лицо Вы знаете, вот как мастер Маргарите Когда этот Иван Бездумный встречается в сумасшедшем доме с мастером Вы кто? Я поэт гордо сказал Иван Ох, как мне не везет, окороче Вот тут то же самое Я думаю, он сейчас начнет думать Этот начнет, пил, пил, сгорел, курил там, не знаю, чего Вот это все, все это такое Ну вот, значит, там стояла гитара И я с дикой скоростью прорал эту песню Он ничего не сказал, значит, мы расстались И я думаю, ну какой же я идиот, а Вот все-таки знаком с Никитой Высоцкой Вроде хорошо ко мне отнесся Сейчас будет думать, что еще один, который, значит, лезет Ну кто дернул меня, вот, ну, хотелось, понимаете? Вот, а на следующий день мне позвонил, говорит, знаешь, мы открываем выставку «30 лет без Высоцкого» Вот спой свою песню, которую мы спели И для меня это был вот такой момент, знаешь, вот, как говорил, цвейк «Звездные часы человечества» Для меня это был момент очень, могу похвастаться Потому что для всей страны он был просто Володя И именно про эту вот песню Нам каждый день, как пули свист Как дрожь, предавя полетам Когда какой-то террорист Нам выпишет обходный лист Туда, где ждет апостол Петр А раньше мир был серый неб Ловили что-то по свободе И я завидовал всем тем Кому Высоцкий был Володя Кому Высоцкий был Володя И кто и как предскажет мне Что не придет однажды утро И я проснусь в другой стране Где все проклятия Заратустры гражданской Выльются в войне И воцарится липкий страх Тот, что почти исчез в народе И вспомним мы о временах Когда он просто был Володя Когда он просто был Володя И будь я пьяный или трезвый Но глядя на телеэкран Я вдруг пойму, что выгнул стан Ветхозаветный зверь из бездны И жизни кончен караван Огонь небесный или волна Поглотят все, что есть в природе И пропадет моя страна Та, что звала его Володя Та, что звала его Володя Но сквозь пророчества Севил И ожидания цунами Мы вспомним, он между нами жил И нам, конечно, хватит сил Чтобы не согнуться Под ветерами Сияет нам его звезда На синеморозском небосводе И мы не сгинем никогда Поскольку нам поет Володя И мы не сгинем никогда Поскольку нам поет Володя Спасибо Как ты относишься к наследию Высоцкого Не спетому им После него, как известно, осталось порядка 250 текстов Я считаю, что это надо изучать Не убейте меня за это сравнение Как изучает Пушкин Угрызаясь в каждое слово Ну вот, есть, например, исполнители Которые, в общем, неплохо Как бы продолжают его манеру Несколько человек Они имеют в виду Жигурду Там есть более современные уже исполнители Они у меня все записи есть И неплохо они, в общем, эти тексты Продвигают народ Не звучат неплохо Как ты к этому? Я бы не стал петь песни на его стихи Которых нет Ну, записей, которых как песен не осталось Я бы не стал за него петь его стихи Я бы не рискнул Это недостойно Я не говорю, что это недостойно Я бы не стал этого делать Вот я сам, мне предложили Я бы не стал этого делать Вот честно хочу сказать Я бы не стал этого делать Это осталось, как стихи Одного из самых гениальных людей Когда-либо рождавшихся на нашей земле Стихами это и должно Это мое мнение Я, естественно, никогда не лезу И не буду говорить против, там, еще что-то Но мне кажется, что это Вот это Как стихи остались И как стихи должны остаться Потому что мы не знаем, что он Какой милой к интонации Хотел положить У него же бывали совершенно неожиданные Некоторые сохранились Только в виде двух строчек Конечно Четверостийшие Незаконченные его И все равно это замечательно все Ну, конечно А вы общались с ним? Я общался с ним несколько раз В компаниях На спектаклях Он не был надменным? Нет, он? Он абсолютно совершенно спокойный человек Надменности никакой не было Он иногда был непроницаем Он думал о чем-то своем И видно, что он с тобой разговаривает Но он далеко Но никого не хамства На обменности не было в помине Он очень простой был человек У него было крепкое Честное рукопожатие Вот Ну, что меня поражало При близком рассмотрении его лица Но оно все было в оспинках от грима Вот Так вот, сдалека этого было не видно А в оспинке от грима Когда ты близко к нему видел Это было несколько странно Вот А так, в общем В общем, это был обычный Высоко одаренный человек У которого талант Был написан на лице Та же, как скажем У Аркадия Северного Аркадий Северного Аркадий Северного Тоже не был надменным в общении Нет или с вами Он еще проще был Если этот был Несколько Отдален просто В силу своего Внутреннего мира Аркадий Северный даже этим не страдал Он был совершенно простой Доступный человек Так что Дай бы Бог У нас есть План Сделать Игровой фильм о нем Где Он Как бы вернется Жизнь Название Рабочее название Фильма будущего Возвращение Аркадия Северного И Голос Настоящий Можно сказать Голос Аркадий Это будет Гарри Косипов За кадром Это будет фантастика Он у меня Этот весь фильм в голове Ну он конечно изложен Там Или заявок Там разных Ну вот Гарри Косипов Этого знают Интересно ему тоже Ну вот над этим надо работать Надо найти Спонсора Потому что Настоящая постановка Этого фильма Обойдется Несколько миллионов долларов Потому что Нужно сделать настоящий фильм Я хочу Немножко Так сказать Показать Со стороны Нашего Питера Потому что Аркадия Северного Я создавал Как противовес Владимиру Семеновичу Высоцкому Я хочу Этот фильм создать Противовес Тому фильму Неудачному Извини меня Никита Если этот Кантин Слыш Я считаю Что фильм Неудачный Я хочу сделать Достойный фильм Посвященный Аркадию Северному Давайте Заним Не встречались Не знаете Нет Никогда С книгами Туроверова Там еще Кого-то Поэтов Которые за границей Елагина То есть Не просто Какая попка Которая Скажите мне Про Высоцк А все-таки Я что-то из себя Представлял И Поэтому Это было интересно И они со мной Разговаривали Я мог Что-то рассказать Им Но я Когда говорил С Филатом Он уже был После Инсульта Так сказать И все У меня Была такая фраза Что я вообще Не пою Я спел Только в этом фильме Вот это Я очень хорошо Запомнил Он мне сказал Я вот Кто сказал Что-то Я просто Я тебе хочу сказать Что он мне сказал Я не знаю Его косит Не его Я же И он говорит Что мои песни Пел Володя Качан Это я очень хорошо Помню Вот четко Что он мне сказал Абсолютно Вообще Он Я тебе хочу сказать Это было поразительно Он сидел Он уже Он так плохо говорил Там Неприбранная кровать Такая Знаешь Там Вот И он сидел Одну сигарету Курил за другой Вот Но он Я помню Я показал Свою маленькую книгу Туровировала Он ко мне очень Он ко мне очень Как-то хорошо Отнес Это фразовую Я помню В ответ на то Что я говорю Не пою Абсолютно Вот это было сказано Я был сказан Я не знаю Я помню фразу Я не пою Мои песни поет Володя Качаченко Знаете Я хочу спеть Такую песню Которая До сих пор До сих пор Она как бы Слушается Вот недавно Было 15 лет Со времен Этих трагических Событий в Нью-Йорке 11 сентября Вы были там В то время Да И вот я написал песню И вы знаете Я не знаю Как она сложилась Это придуманная история Хотя мне потом Приходили письма Виктор Вы поймите Что есть какие-то сайты Где вот какие-то Обожженные Раненые люди После этой истории Может быть Ваша любимая Жива То есть люди поверили Что это какая-то Конкретная история Нет Но эта история Которая вот написалась Буквально вот сразу Вот как-то она сложилась После этих Она Я не знаю Может она устарела Но я хотел бы Ее предложить Вашему вниманию 11 сентября Новый век Такую выдал осень Под кровавый ряд Телекартин Я звоню тебе Домой в офис Прорывая Восемь Студий Я звоню тебе И днем и ночью Три зарплаты Скоро выйдет счет Я пишу По электронной почте Может быть Куда-нибудь Дойдет Говорят Что не проходишь В списках Говорят Чтоб твердым Он был душой И друзья уже Приносят визги И тихонько Бьют за упокой Помнишь Как уехать Ты хотела От тупой Советской суеты Милая Неужто ты Сгорела На костре Страны Своей мечты Как рыдала Бабка-коммунистка Для которой Все был Вечный бой Может сейчас Седая Атеистка В небе Обнимается С тобой Я звоню Родным Звоню Повсюду Я вхожу Проклятый Интернет Я все жду А может Будет чудо Только Ни тебя Ни чуда Нет Новый век Такую Удал осень Под кровавый ряд Телекартин Я звоню тебе Домой В офис Прорывая 801 Прорывая 801 Кстати вот Когда это произошло Я как раз был В Нью-Йорке И я себе В тот период Оформлял пенсию И мне из этого World Trade Center Потеряли Три строчки Три года И естественно Это отражалось На пенсии И я решил Сходить туда World Trade Center Ну вот я выбрал Время Это был как раз Одиннадцатый Смотрю Одиннадцатый Мне есть Попорять Батьки У Пепла Так вот Я вечером После работы После кислета Пошел туда World Trade Center Не так далеко От 14 улицы Пришел И опоздал Все Там только что Закрыли Все Ну я конечно Был огорчен Но думаю Завтра Завтра Придомиться Пошел домой Все нормально Лег спать Значит Пошел утром Принимать ванну Ванну Значит шум воды И вдруг слышу Какой-то Дихий грохот Я жил В то время На 68 улице А это Произошло В даунтауне Но я услышал Дичайший грохот Такое впечатление Как будто Грузовик Груженный Каким-то Сжавым Железом Упал на бок Вот такой У меня Думаю Я даже Подскочил Так ну Все нормально Все И вдруг Вижу По телевизору Показывает Этот Ворцент Горящий Я потому Что это Показывает Какой-то Фильм Я тоже Я подумал Что это Фильм Ну я Конечно Не понял Ничего Особенно Когда самолет Влетает Как график Я уже Когда Оделся Сел на автобус Ехать И 14 Улицу Автобус Дошел До определенной Улицы И встал Всех Высотек Ну все Говорят О чем Я не могу Понять Возбужденно Я думаю Ну что Я не могу Все еще Понять Что Борис Зашла Катастрофа Так вот Хорошо Что я Не пошел Туда Так рано Господь Меня хранил За вас Родофей За то Чтобы Чаще Опоздали Вы Хочете Песен Да Находясь Здесь В Питере Я не могу Не спеть Песню В памяти Валерия В Париже Знаете Солженицын Он мечтал Чтобы Вермонт Ему привезли Пластинку Агафонова Ему привезли Туда То есть Для меня Это было Совершенно Я помню Вот такой был Парень Если я не ошибаюсь Саша Бойков Значит У меня Это Крути Который был с ним В машине Это мой друг Ну Привет Передайте Если он Меня помнит И меня Настолько Поразила Судьба Что я Просто написал Такой вот Роман С его Памяти Я не знаю Верен Он Не верен Но я В общем Хотел бы Успеть Судьба Бойкова Ему Охранником Или Ангел Плыл Над Головой Когда Он Шел Под утро Пьяненький Мостами Над Родной Невой Потом Решив Что Что Печалится Рвет Душу С ночи До Зарей Включили Красный Свет Страдальцу И На небо Взяли В сорок Три Тряхнувшие Кудрями Цыганскими Он Трунув Струны Начинал И В так Со Старыми Романцами Пьянел И Уносился Зал И Под Забытою Венгерочку От Счастья Или От Тоски Шептали Женщины Валерочка Вы Стометровы Виски А Голос Доводил До Стоны В тот Край Манил Что Позади В Страну С Церквями И С С С Совсем Чуть Чуть Работы Вильнюсе И Перекрыт И Лен Концерт И Не Найдя В себе Спасения От Одноклеточных Времен Он Умер Вдруг Порой Осеннее Так Не Выйдет На Поклон Так Не Выйдет На Поклон Поклон Знаете одну из самых своих Известных Песен Она Называется Русские Бригады Я Не Хочу Ничего Скрывать Дело В том Что Я Услышал Песню Старинную Такую Солдатскую Песню Которую Инвалиды Пели По Вагонам Значит Брали Русские Бригады Галицийские Поля И Достались Мне В награду В Железных Костылях Из Села Мы Трое Вышли Трое Первых На Селе И Остались Перемышленные Трое Дни Сырой Земле И Как бы Мне Захотелось Написать Как бы Такой Вот Какой-то Ремейк Что Летой Песни Да Плюс К этому Мой Друг Сергей Зайцев Снимал Фильм Который Назывался Погибли за Францию Удивительный фильм О русском экспедиционном корпусе Который воевал во Франции В годы Первой Мировой войны Мало кто знает Что по приказу Николая Второго Четыре отборные Русские бригады Пошли на помощь Французам В годы Первой Мировой войны И там начинал Свою Боевую карьеру Маршал Будущий Министр обороны Родион Малиновский Да Вот это совершенно Потрясающая история Сережа Снял фильм Который назывался Погибли за Францию Он очень меня просил написать песню Я вы знаете Песня такая вещь Которая вот По отличии от статей и книг Они по заказу Как бы плохо пишутся Они вот Как выстраиваются Так выстраиваются И он взял фильм Замечательную песню Солдатскую Когда мы были на войне Кстати ее автором Был Давид Самойлов Это мало кто знает Когда мы были на войне Пишут старинную солдатскую песню Автором был Давид Самойлов Ну вот И песня Которая называется Русские бригады Она посвящена Вот этим солдатам И офицерам Русского экспедиционного Корпуса Сердце глупое Не бейся Мыслям скором В унисон Там во Франции Под Реймсом Спрятан город Мурмелу Где за честь Не за награду Клевета На век отстань Дрались русские бригады За провинцию Шампань За провинцию Шампань Ах шестнадцатый проклятый И по крестному пути Из России шли солдаты Дрались русские бригады Дрались русские бригады Дрались русские бригады За французские поля За французские поля Дрались русские бригады За французские поля Время память Время память усмиряет Слава Богу, что живем Широка страна родная Где упомнить обо всем Вен не режем от досады И зальем в тосковине Что забыты Те бригады На забытой той войне Что забыты Те бригады На забытой той войне Только что-то ноет Теанин Не дает никакого сну К золотым полям шампань Жеребий выпал Значит в путь Где душа легионера Развенит не как струна Что могилы Сент-Алера Наша русская война Что могилы Сент-Алера Наша русская война Сердце глупое Не бейся Мыслям скорым в унисон Там во Франции Под Реймсом Спрятан город Мурмелон Где за честь Не за награду Клевета навек отстань Дрались русские бригады За провинцию Шампань Дрались русские бригады За провинцию Шампань Спасибо Жене бывшего московского мэра Лужкова Я ее ни разу в жизни не видел Только по телевизору Но вы знаете я честно Вот как на духу Батурина Да Я Причем я хочу сказать Что я работаю в доме русского зарубежья Который был построен Благодаря Юрию Михайловичу У меня нет никаких Вообще Ироничных А кем? Кем я работаю? Архивистом? Ну типа того ведущим Ну ты говорил Я кандидат истерических наук Истерический Да Вот И Поэтому конечно Вот Глядя в камерах Могу только просто Сказать ему спасибо За то что он Сделал Наш дом построил Все Вот Ну конечно не к его супруге Никому это не имеет отношения Это такой придуманный образ Но вы знаете То что он вызвал такой резонанс И что многие люди Вот все таки меня допекают Вопросами о том А кому все таки это посвящено Понимаете Показывает что может я попал куда то в цель Называется песня По следам романса Твои глаза зеленые Помните Который написал Замечательный автор Борис Фомин Такой рассказ О разурованной любви В постперестроечном периоде А мы с тобою Молодые И влюбленные Кругом гудит Советская страна И ты поешь мне Про глаза зеленые Романс Забытого Бориса Поминал Глаза твои Мои По ложам Были карии Кудрей В помине Не было седы И кочевали мы Из-за люберец Влад Карина По комнатам Знакомых И родоных Казалось власть Не тающую Лединою Но жили мы Забыв про прежний Страх А тот Кто написал Дорогой длинную Чуть не провел Пол жизни В лагерях И вдруг Эпоха Отдыхают Викинги Ключи забили Под чугунным Ледом И мы с тобой А добегали На митинги И защитили Честно Белый дом Казалось Жить Мгновение Станет Лучше нам Но все мечты Сгорели Как зала Чтоб не пропасть В период Послепунчивый Мы принялись За новые дела Киоски Рэки Подкупы В налоговой Давила мерзость С каждым Новым днем Я понял Что не там Себя попробовал А ты пошла Совсем Другим путем Потом Разрыв Слова Что все Старания Обречены Коли рядом Дураки Потом Роман С богатым Египтянином А там Торговый Дом И бутики Сегодня Ты глядишь С обложек Глянцевых Ты учишь Жить И ты во всем Права Еще бы Представительство Во Франции И сто гектаров Где там Горка Два И что сравнить С твоими Миллионами Воспоминанием Нынче Грош Цена Но Как ты пела Про глаза Зеленые Романс Забытого Бориса Фомина Но Как ты пела Про глаза Зеленые Романс Забытого Бориса Фомина Еще одна песня Из фильма Русский без России Песня Которая Во многом Стала Каким-то Брендом Я не люблю эти иностранные слова Моим Она называется Сон Она написана От лица человека Моего времени Который ловит тени Вот этих людей Которые жили за границей Там Северный Тунис Сет Безерта Куда пришла эскадра Врангеля Там Упоминается Блонби Янкур Янкур Который ловит тени Который ловит тени И в этом странном Светлом сне Чужое Чужое вижу Я сорю И тени храма В Харбине И троицу Нарю дарю Туда не взять В агентстве ту И лишь во сне Попасть дано Не в строй Блонби Минкур Перед заводами Эренон Я там услышу Разговор Пардон месье Жапар Лерюс И я Гордом Леминон Нащупать пробую Тот пульс Но как поймать Как уловить И как мне Заглянуть в глаза Им все сумевшим Пережить Но не вернувшимся Назад И ни в Москве Ни на Дону Лишь с верой В звон колоколов Они несли свою страну Среди чужих Полей и слов Один тот же Снится сон Он унесет меня Без виз Парижский пригород Медол Белград И северный Туни Народ И Ходили По Таганке По Таганскому району Значит По церквям И везде там В этих церквях Были тюрьмы Значит Спасский монастырь Там был пересыльный полд Крутицкой подворья Там был детский приемник Таганка Сами знаете что Песня навеяна Гениальной балладой Высоцкого И шофер Везде бутырский хутор Это самое первое исполнение Этой песни Вот Давайте я попробую Можно? Вы помните да И шофер Везде бутырский хутор Которая кончалась Пьем за то Чтобы по России Не осталось Больше тюрем Не осталось по России Лагерей Давайте Вечер Церкви старой Обутал Воздух свеж Как будто здесь залит Эй шофер Везде бутырский хутор Снова мне послышался Мати Вечер над Таганскими холмами Где гремел Бескрайний И шальной Тот Который Властывал Надо нами Надо Всей Советской стороной Не до речи Бьют Куранты Скорянки Кулакол Как будто Вечевой Господи Не так давно Таганка Для России Славилась Тюрьмой Ах Сейчас Господи Сейчас Извини До России Славилась Тюрьмой К К Отдыху Готовится Столица Погружаясь Тёплый Нежный Мрак Помните Когда-то Солженицын Миру Рассказал Что был Булак Век Двадцатый Страшный Азиатский Век Кровавый Рвущийся Из Пут Монастырь Красавец Новоспасский Довоенный Пересыльный Пут Сколько Их Ушло Путём Осторожным Сколько Их Рябой Отец Забрал И Из-под Старых Сводов Люди Божьи Ехали В Сибирь Из-за Урау На Крутицах Может Кто-то Вспомнит Под Седым Покровом Старины Был Второй Московский Дец Приёмки Из Бойниц Глядели Пацаны Кто-кто Ни был И Над Зуром Кротким Или Пришедший В храм Со стороны На Молитве Вспомни О Решётках Помяни Погибших Без Вины За Молитвой Вспомни О Решётках Помяни Погибших Без Вины Вечер Церкви Старый Окутал Воздух Свеж Как будто Здесь Залей Эй шофёр Вези В Бутырский Хутор Снова Мне Почудился Мати Вот И Мы Там У меня был концерт в обществе Максима Горького Он как известно жил на Капре Вот Ну и там женщины все прочувствовавшие значит Они работали все экскурсоводами Я помню я тогда подумал как хорошо стали жить потоками автобусов Он был год три назад до санкции Уфа, Краснодар, Екатеринбург все Ну миллион автобусов из России значит Все на Капре Да Ну не Аппель, а Капре, Помпеи там все Ну они значит это после подошли и говорят Вить мы хотим тебе хорошего сделать Ты нам столько достал А в основном в семидесятых годах то уехали из СССР Там ходили за итальянцев там замуж за этот год Иначе они Вить мы тебя будем брать на экскурсию только ты Молчи да вот сиди и молчи Понимаешь потому что там экскурсия стоит по 150 евро А ты с ним молчим А тебя на Капре возьмем попей Возьмем сюда И только ты Ну не Не разевай Вот Едем на Капре Ну Крым, скалы значит эти Вот Экскурсоводша такая Вот И дальше значит И огромная вилла И она никак не кончается Забор огромный Я говорю а чья это вилла Она говорит Ооо это вилла великого пролетарского писателя Алексея Максимовича Горького Едем она никак не кончается Наконец кончилась Следующая вилла Ну ничего По сравнению с этой просто течка капнула Вот Я говорю а чья вилла Говорит это вилла Абрамовича Одна из этих экскурсантов задает вопрос Я совершенно поразился что люди есть которые такие вопросы задают Товарищ экскурсовод товарищ А Говорит Алексей Максимович Горький боролся против капиталистов Она обалдела Ну да А как же он мог бороться против капиталистов А жить на такой роскошной вилле У меня в момент сложилась такая вот песня Музыка Проигравши Иль про вас Про железнову Почитав На досуге прессу И предрекши Конец культуре Я б с молоденькой Поэтессой Говорил о литературе Погрузивши усы густые В ее милой И алой И эротик Воскорбил бы я По России Породал о своем народе Так с какой же Скажите дури Он с размахом своим бурладским Призывал нас к какой-то буре К смертной схватке с режимом царским Вот писал бы как бабка Линдра Или скажем Бральчуха с Геком Мы глядишь Аки Глупые пинты Нынче б жили как Человеки Ах отстали мы Века на три И то бунт у нас А то порги Я б хотел бы попасть на капли Чтоб побыть там Максимом Горьким Который запомнил из школы Одну строчку из блоков Я хочу безумно жить Вот И вы знаете Там некоторые оценки Они изменились Там Дача, Мерседес Но тем не менее Все таки вот Ну она вот Я вот Когда ее пою Когда выступаю Она почему-то встречает Такой Одобрит Можно Зафиг Причем хоть до сих пор я не женился Она ко мне никого отношения не имеет Поверьте Просто есть такой прием Писать от первого лица Я хочу безумно жить А все вокруг хотят Меня жизнь И солнышко И солнышко-то ясный свет Мне нюрка лепетала Шептала кудрить И ребят Мой милый самый близкий Жить не могу Ни без тебя Ни без твоей прописки На утро На утро новый поворот К экономисту Люни Ну тут расчет Расчет Подсчет На что могу я клюнуть Есть дача возле дачи лес Санузел и терраса Дурило мне бы Мерседес Я б может был согласен Ой я хочу безумно жить А все вокруг Хотят меня женить Женить бы чушь Свободен я Оставьте ваше брение Растут родные сыновья По улицам соседним Сам в нем же зубы кулаки Нас много миллионы Не поддавайся мужики Не лезьте в клетку к женам Свободу всем женатым Под каблуком зажатым Эльфемера унида Аля каля Версина Но я хочу безумно жить А все вокруг хотят меня женить Красивый Вот Верпень Я думал что это город Знаете такой вермейровский Что там такие маленькие Колландские крыши Там да Кружева всякие Это огромные там банки То есть Я нашел мимо гостиницы Хилтон Вот и там Бентли стоят Швейцар Вдруг из номера Раздается голос Шумел Камеш Женский голос Петь не надо Пошел к нам Шумел Камеш У меня сразу сложилась эта песня Но это вы знаете Я бегал там Искать ее записать У меня не было Ручки Я пришел в какое-то кафе Там какая-то негритянка Мне дала чашку кофе У меня денег не было Которым мне нафиг было не надо Потом я стал записывать на песке В какой-то детской площадке Они значит Обнаружили педофила Меня выгнали В общем понимаете Ну то есть Наконец мне какой-то швед дал ручку Не поняв что я хочу Я сказал им что я хочу записать Своё стихотворение Значит по-английски Он в ужасе от меня убежал Ручка осталась Ну вот А жизнь порой подкулет словно вертел И нас давно ничем не удивишь Но я однажды в городе Отверпен Услышал из окна шумел камыш Встречал туристов горделивый Рубенс А камни билась шельская вода А из окна неслось И его не будешь Его уже не будет никогда А стены строгих европейских банков А кружево фламандских дивных крыш Родной тоскою усыпала тольятка И кто-то надрывался про камыш Гулял колючий злой прибрежный ветер От гарденвером Чья ли поезда А он рыдал Его никто не встретил Ну а его не будет никогда Наверное не справившись с Томой Какой-то олигарх пустился в крик А может быть не выдержав до дома Ушел в забой российский отпускник Минута срыва И в часы хмельные Порой в своих поступках не вольны А может просто мы везде чужие Кроме своей единственной страны А жизнь порой подкурит Словно вертел И нас давно ничем не удивишь Но я однажды В городе Антверпен Услышал из окна шумел камыш Еще одна песня Рудольф Израилович Можно? Я прошу Закончить этот вечер в мажоре Поэтому после твоей песни Я прочитаю одно стихотворение Я хотел бы спеть одну песню Знаете, за которую на меня обиделись Очень много из тех, кто называет себя эмигрономами Рудольф Израилович Я хотел бы спеть ее вам Я не эмигрант Да Именно поэтому эмигрант Понимаешь, что сразу мне говорил Наум Моисеевич Коржамин Эмиграция кончилась Эмиграция – это изгнание Эмиграция – это вот Когда вы в 70-м году уезжали Гудик наш, он здесь живет Я уж не говорю о том О людях, которые бежали Это просто были беженцы Которые в 20-х годах спасали свои жизни Но когда я в Америке встречался с людьми Которые били себя в грудь В 2010-м году И говорили, что мы эмигранты Да, меня это ничего кроме смеха не вызывало Потому что, слава Богу, есть Ну и слава Богу, что мир открыт Есть деньги и ездить сюда Рудольф Израилович Я хочу вам спеть песню Которая вызвала очень много Очень много разных нареканий И обвинений ему адрес Вы извините, я хочу вам спеть Она называется Америка Она про мечту, которая у нас была в советских временах Она про люди поколения DP Не надо вам рассказывать Она про тех, кого провожал я в 70-х годах в Израиль Когда это было как на похороны Когда мы не знали, сумеем им позвонить или нет Так и было И я очень надеюсь, я не знаю, а может рискую Потому что, ну действительно, очень много людей эту песню не приняли Я хочу вам спеть, ладно? Про фронтеров А домодедовский шалман Гудит родным многоголосьем Я лечу за океан Впервые после стольких стран Индейскую встречаю осень Я этой встречи столько ждал Зачем нам разводить трусы А всем давно Пропел бутуса Сияй, желанный мой причал Когда-то ты Страна мечты Как мотыльков К себе манила И мы рвались из маяты Из липкой серой пустоты Союз Казался нам могилой Сейчас все кажется смешным Из СССР два миллиона Сошлись под сенью Вашингтона Им новый берег стал родным Средь небо рвущихся громад И сотен миль одноэтажных Живут в венце Свободных граждан И иногда слетав назад Уже не в силах оценить Что без цепей давно как люди Вздохнуть нельзя в России жить В России ничего не будет И сыновьям, и внукам их Не осознать, что значит горе Когда глотал, как крематорий Аэропорт твоих родных Когда прощальная звезда Сияла яростно и броско И было страшно все и просто Поскольку было навсегда Как рассказать о лагерях Для лиц непеперемещенной Там всех ждала большая зона И жег ежеминутный страх Но потом на корабле До кома в горле было больно И чудился Звон колокольный Там на оставленной земле Так что же, здравствуй континент Моих тревог, моих сомнений От рады новых поколений Мечтам далекий монумент Но я рыдать во сне готов Когда они проходят тенью Те, кто покоятся под сенью На Водивеевских крестах Те, кто покоятся под сенью На Водивеевских крестах Ну так, господа Вчера, будучи в нашем музее для друзей Я забрал эти часы Подаренные Элвисом Вот они у меня в руках Видите, вот Посмотрите С какой целью я взял эти часы Потому что Тут очень глубокая, шикарная гравировка Я хотел бы сделать вот на этом Лебеди, который привез сейчас из Америки Это олицетворяет Лебеди олицетворяет Аркадий Мечтевич Северного На груди Вот тут будет написано Аркадий Северный и Год Но я хотел бы Чтоб была друмировка такая же глубокая Как бы она была сделана в Нью-Йорке Я уже ходил Нет, у меня есть друзья, говорят Мы не можем сделать такую гравировку Вот она Видите, посмотрите Сейчас я продемонстрирую их Часы Вот они Тут вклеена фотография Элвиса Одна из последних песен Тон край дади Посвященная ему отцу Который Печалился уходом Плачь по матери Да Вот здесь вот Вместо букв написано Элвис Пресли И вот она Подпись Вот есть, с которой говоришь Значит Огромное блюдо Которое было на столе Перед гравировщиком Вот лежали вот эти часы Все разные Это не только что одинаковые были Это были разные часы Мне вот понравилось Потому что тут вот ноты сзади А были совершенно другие Почему я это рассказываю? Потому что В интернете Находятся люди Которые Говорят Нашлись Многие читали Мне это Давали даже Перепечатку Я не отвечал на это Собаки лают Ветер носят Я говорю Потому что говорят Все это я придумал Часы эти можно Купить в любой лавочке И все было не так Или вообще этого не было Ну я что Ну я написал Несколько искотворений Таким девизом Собаки лают Ветер носят И прочее Пускай лают Собаки лают А караван наш Песенный Будет идти дальше До горизонта Теперь я хочу Убросить нашего друга Спеть песню Написанную им замечательную Аркадий Северный Российский Шансонье Шансонье А ну Тогда я на этом Наверное месте Да? Не-не-не-не Запись Да-да-да Чтобы это было Запись была Открыть мне Сейчас удовольствие Сейчас Получше удовольствие Это перл Это наш перл Это перл Это наш перл Просядь Да ничего Ну смотри Мне этот голос Жизнь Перевернул Я не могу Его не спутать Ни с каким-то другим В мир новых песен В мир новых песен Двери Распахнул И я врел себя Соприкоснувшись в них В чужих краях Где счастье искал Или в суде На горизонной скамье Своей песни Жить и выжить Помогал Аркадий Северный Российский Шансонье Когда Тоска Ночная Душу Рвет Когда Уже Немил Весь белый свет Со Старой Паленки Снова Северный Поет Ведь с давней Юности Мне шлет Он Уже На Уже Как Паленки Северный В Северный Российский Северный Шансонье Лучше Во В Северный Шансонье Знение Пусть мне Аркадий Северный споёт, Ему и сил последних подпоют. Прошлое не воротится, И не поможет слеза. Поцеловать мне хочется Точки твои в глазах. В чужих краях, где счастье искал, Или в суде на користой скамье, В своей песне жить и выжить помогал. Аркадий Северный российский шансонье, В чужих краях, где счастье искал, Или в суде на користой скамье, В своей песне жить и выжить помогал. Аркадий Северный российский шансонье, Браво! Это, Саша, тебе. Да, да, да. Значит, просто когда этот голос, они, конечно, они перепевают там всё, они показывают своё мастерство, как они могут быть. Ну да, да. А вот я в одном южном городе, меня пригласили, там, значит, я в пансионате спел, и, значит, там одна учительница была, ну, сама поёт и что-то устраивала там эти конкурсы бардов, там всё. И вот она говорит, Валерия, а можно вас пригласить там к нам в школу? Я в школе там спел, значит. Она говорит, а слушай, тут тебя слышали наши эти ребята из клуба «Бардовской песни», и они хотят тебя пригласить, значит. Вот я говорю, ну, хорошо. А я там на горе жил, на большой такой, я говорю, ну, договоримся, чтоб я остался там ночевать. Ну, и, в общем, они меня пригласили, я пришёл, вот, вечер начался, они говорили, ну, они спели там уже, Городницкого, ещё что-то. Ну, а вы будете петь? Я говорю, так вы меня пригласили, наверное, буду. Я, значит, одну песню поеду. А это чья песня? Я говорю, ну, как ещё, моя. Вторую песню, третью, там, ну, десятка, два, там, я спел. И каждый раз меня спрашивают, а это чья песня? Я говорю, моя. Интересно. Ну, а потом вторая половина, значит. И вот они стали петь. Я слышал то, это, ну, и Высоцкого, конечно, там пели, и Городницкого, там, и всё. А потом, это Наташа, значит, на следующий день я вот с ней встретился, она мне говорит, слушай, Валера, все удивлялись, что ты свои песни пью. Я говорю, так меня же Вы пригласили в клуб авторской песни, а не ни одной, ни одной песни. Вот это мне было смешно. А с них-то в голосе, ну, что там они себя проявляют.